С 1 сентября 2023 года вступил в силу 71 федеральный закон, который выносит изменения в жилищный кодекс, в правила поставки газа и правила пользования газа в части обеспечения безопасности при содержании и ремонте внутридомового, квартирного газового оборудования. Основные моменты, основные критерии этого закона заключаются в том, что обслуживанием внутридомового газового оборудования теперь может заниматься только газораспределительная организация, у которой есть лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов. Это первое. Второе. Одна специализированная организация, один многоквартирный жилодом. Что это значит? То есть та специализированная организация, которая обслуживает внутридомовое газовое оборудование в рамках договора с управляющей компанией, она же и обязана обслуживать внутриквартирное газовое оборудование, которое непосредственно установлено в квартирах у жильцов. То есть вот это основные моменты, по которым на сегодняшний день всем абонентам необходимо заключить договор на техническое обслуживание квартирного газового оборудования именно с той специализированной организацией, кто обслуживает этот многоквартирный дом. Хочу уточнить, это изменения федерального законодательства, они коснулись всех жителей нашей страны, не только в Челябинской области, и целью этих изменений, конечно же, является то, что нужно обеспечить безопасность газового оборудования, потому что практика последних лет, в том числе в Челябинской области, говорит, что ежегодно у нас происходят инциденты, какие-то утечки газа и другие чрезвычайные ситуации, связанные именно с ненадлежащим содержанием газового оборудования. На сегодняшний день, да, в этом году еще продолжение этой реформы, внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые в апреле месяце вступили в силу, они усилили административную ответственность в виде штрафов, как для специализированных организаций, для должностных лиц, управляющих организаций, так и для граждан. Штрафы подняты почти в два раза, то есть, например, для граждан у нас административная ответственность начинается от 5000 рублей, для юридических лиц, конечно, в кратные разы. Но целью, еще раз говорю, этих изменений, что люди должны задуматься о безопасности того газового оборудования, которое находится в квартире, потому что в результате, вот, как я сказала, различных происшествий у нас случается не только повреждение общего имущества дома, но и, конечно, к сожалению, страдают люди, то есть и здоровье, и, к сожалению, были и летальные последствия. В мае месяце население города Челябинска, Челябинской области, начали получать оферты на заключение договоров по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Значит, что нужно сделать прежде всего? Для того, чтобы заключить этот договор, достаточно оплатить квитанцию, которая поступит в июне месяце за услуги за май. Значит, оплатив эту квитанцию, никуда ездить не нужно, заключать отдельный договор, для этого достаточно просто оплатить. Если есть вопросы по начислению, если есть какие-то вопросы по составу этого договора, можно приехать в офис организации, которая обслуживает ваш специализированный дом, специализированная организация, которая обслуживает ваш дом. Вам там все разъяснят. В связи с изменениями законодательства и сузился круг этих специализированных организаций. Реестр этих специализированных организаций ведем мы, как орган надзора. И на 1 сентября прошлого года у нас было порядка 140 таких организаций. На сегодняшний день осталось 14 организаций. Всю информацию собственники о наименовании этих организаций могут найти на нашем сайте, на сайте ГЖИ и в наших группах в соцсетях. Кроме того, начиная с осени прошлого года мы ведем разъяснительную работу и через в том числе управляющие организации неоднократно была рассылка на обратной стороне платежных поручений в общедоступных местах. То есть эта информация собственниками доведена. Но, конечно, если собственники не знают, кто у них сейчас, да, та организация, с которой нужно заключить, они могут обратиться в свою управляющую организацию, либо ТСЖ, которая обслуживает дом. Если дома без управления, у нас тоже такие есть, то нужно обратиться в орган местного самоуправления или к нам в государственную жилищную инспекцию. Кроме того, у нас создан телефон горячей линии 8 800 302 94 82, по которому тоже жители могут обращаться и вся информация у нас имеется. Мы даем консультации, потому что мы как орган надзора проверяем деятельность всех этих организаций и мы знаем, какая по конкретному дому организация установлена. Сумма квитанции будет зависеть от состава газоиспользующего оборудования, которое находится в квартире жильца. В тех офертах, которые получило население, есть табличка. В этой табличке распределено по типу газоиспользующего оборудования цена за обслуживание этого оборудования. Сейчас, в июне месяце, будут направлены квитанции, стоимость которой будет обозначена за техническое обслуживание 4-комфорочной газовой плиты. Что это значит? Не у всего населения есть 4-комфорочные газовые плиты, Поэтому, получив такую квитанцию, населению необходимо будет обратиться в офис специализированной организации, для того, чтобы мы произвели перерасчет. То есть, перерасчет будет в любом случае в меньшую сторону. То есть, те деньги, которые поступят сейчас в квитанции, это максимальная стоимость за техническое обслуживание 4-комфорочной газовой плиты, которая составляет 757 рублей в год, разделенных на 12 месяцев. То есть, одну двенадцатую часть населения должно оплачивать ежемесячно. Еще раз повторюсь, если газоиспользующее оборудование не соответствует, то есть, вместо плиты варочная поверхность, отдельно духовой газовый шкаф, плита двухкомфорочная, плита трехкомфорочная, вам необходимо обратиться в офис специализированной организации, предоставить паспорт на газоиспользующее оборудование и право собственности на квартиру. И вам, мы в тот же момент отправим эту информацию в Уралэнергосбыт, в этом же месяце будет произведено переначисление. Вообще история создания единого расчетного центра была такая, чтобы клиент, наш гражданин, который проживает в Челябинске, получал одну квитанцию по всем коммунальным услугам, чтобы не приходило там 5-7 квитанции, как это у нас сейчас происходит по некоторым территориям. На сегодняшний день наши квитанции до, скажем так, сегодняшнего дня уже входит, как минимум граждане по городу Челябинске получают это электроэнергия, горячая вода, отопление, вывоз минусора у нас, ЦКС, вошел эту квитанцию и капитальный ремонт. И сейчас еще, чтобы не усложнять граждан, чтобы они не получали еще дополнительные какие-то квитанции, к нам присоединились наши коллеги, кто занимается обслуживанием газовых клиентов. Это просто дополнительная строчка, при том они вошли в единый квитанцию, то есть если здесь видно по квитанции, то смотрите, здесь раз, два, три, четыре, как минимум услуги, да, то есть при этом квитан-код единый, то есть клиент может либо считать квитан, либо зайти, допустим, в Северсактбанк, допустим, в Сбербанк, просто заведя свой адрес, да, единый лицовый счет, ему выходит услуга, с отдельно под услужиной видно, то есть там электроэнергии столько-то начислено, скажем так, отопление столько-то начислено, горячая вода столько-то, вывоз мусора столько-то, обслуживание ВГГО, пожалуйста, тоже столько-то. Он это все подтверждает, проводит платеж единой корзины и спокойно оплачивает. То есть здесь каких-то проблем в плане платежей, вот если клиенты уже пользуются этими услугами, ежемесячно оплачивают коммунальные услуги, просто у них добавится еще плюсом одна строчка, при том это будет единой корзиной. При этом клиенты, кто у нас, скажем так, лично кабинете Уралэнергозбыта подписался, либо, допустим, каких-то других электронных сервисов, как получал электронную квитанцию, допустим, он также будет ее получать, но плюс дополнительный, плюс еще одна строчка. Если клиент получает, и он видит, что у него проведено начисление за обслуживание газового оборудования, то все, он знает точно, что это компания, которая на некоторые именно соответствует требованию, то есть если кто-то вторую квитанцию выставит, как какая-то иная компания, то это 100% уже мошенники, что пожалуйста, жалуйтесь там за все его контролирующие органы, потому что это не должно произойти на самом деле, то есть это для нас тоже очень важно, чтобы не было двух квитанций, потому что это сразу взрыв массовый. Наличие договора о техническом обслуживании квартирного газового оборудования это одно из главных условий поставки газа населению. Отсутствие данного договора является основанием для пристановки подачи газа. Продолжение следует...